Новые требования определяют знания и навыки, необходимые для качественного приема экзаменов на право управления транспортным средством. Приказ уже опубликован на официальном сайте МВД. В тексте приказа говорится, что помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения. В условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски. Экзамен на право управления транспортным средством даже мужчин заставляет понервничать, что и говорить о представительницах прекрасного пола. Это в свою очередь дает кандидатам в водители большую уверенность, больший процент сдачи и естественно в конечном итоге влияет на безопасность дорожного движения на улицах нашего города. При разработке требований специалистами госавтоинспекции были учтены результаты изучения международного и отечественного опыта. В любом случае обмениваться опытом всегда надо, потому что даже если есть отрицательный, а тем более если положительный опыт, обязательно надо его использовать в своей деятельности. Это же наша жизнь. Ужесточение требований к сдаче на право управления транспортным средством также было и 1 сентября прошлого года. Теперь в каждом автомобиле установлены 4 видеокамеры, которые фиксируют любое действие экзаменатора и сдающего. К тому же теперь существует и лимит времени, за который нужно сдать автодром. За 10 минут надо выполнить 5 элементов. Изменения коснулись и теоретической части. Каждая ошибка будет стоить 5 дополнительных вопросов. К добру это или к худу мы решили спросить у самих водителей и тех, кому только предстоит ими стать. Правила ужесточаются, я не знаю, собственно говоря, все стараются ездить как могут, то есть, наверное, стараются не нарушать правила, но есть те люди, которые пренебрегают какими-то правилами. Я думаю, что никто не исключение, как бы просто каждый устанавливает свою планку в степени ответственности в этом деле. Все зависит от того, какие новые правила. И некоторые правила новые, там, отлично, некоторые могут быть не очень. Да нет, это не поможет безопасности. Ну, с одной стороны, может, правильно, но я считаю, что это ничего не дает, что ужесточает правила. Главное выучить правила и соблюдать их. Как вы считаете, это правильно или нет ужесточать их? Ну, я думаю, нет. А почему? Ну, я не знаю, ну, как-то сложнее, наверное, сдавать. Все равно же потом как-то не будет техник тоже соблюдать. Правильно? В госавтоинспекции также отметили, что введение квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только профессиональный уровень и качество приема экзаменов, но и уровень общественного доверия к сотрудникам госавтоинспекции и полиции в целом.